Свой доклад в правительстве новый министр сельского хозяйства Хакасии начал с цифр, а точнее говорил о том, сколько же денег ждать нынче фермерам. От федерального центра полмиллиарда рублей. Свою помощь обещают и местные власти, 52 миллиона уже на руках у крестьян. Первоочередные выплаты производились в основном на содержание веств, молоко, технику, каков и преимущественно районам наиболее сильно посадавших кучей за чайной ситуацией. Это в Ускобаканском и Азербайджанском районе. Прошлогодние пожары действительно изрядно потрепали фермерство. Как результат, дефицит кормов, падение урожая, вниз полетел показатель валового продукта. На миллиард упал с прежнего показателя в 13 миллиардов. Тем не менее, спустя год фермерство в целом пришло в себя, и субсидии власти сыграли здесь не последнюю роль. Мы неплохо приросли по всем видам животных. Для примера, поголовье крупно-рогатого скота увеличилось почти на 3%, по итогам 2015 года овец на 8,4%, лошадей на 4%, свиней на 3,1%. Это говорит о том, что в целом политика поддержки агропромышленного комплекса, она правильная. В своем обращении к фермерам Виктор Зимин подчеркнул, что финансовая поддержка является приоритетной и снижена не будет. Впрочем, глава Хакасии ставит производителям одно условие – заключить добровольное соглашение по контролю качества. В противном случае диалога с властями не получится. При наличии такого соглашения, считаю, очень важным будет, оно же должно быть добровольным, рассмотреть количество субсидий. Кто с нами не пойдет на соглашение, с правительством, с федеральными структурами, ну, по понятным причинам предлагаю тоже не заключать никаких соглашений. Стоит добавить, инициатива довольно логична. Хакасия всегда славилась именно натуральной продукцией. Накануне в местном молоке было обнаружено пальмовое масло, пусть случай единичный, но все же задуматься стоит. Константин Кравцов, Игорь Брюханов, Вести Хакасия.